Всем добрый день! Всех приветствую на нашем практическом занятии, посвященном такому гемологическому прибору, как фильтр Челси. Напомню, что в прошлом занятии номер 6 мы с вами разобрали действия такого прибора, как дихроскоп, посмотрели разницу между плеохраизмом, александритовым эффектом и эффектом изменения цвета у камней, чем они отличаются и что в них особенного. В этом занятии мы полностью разберем такой гемологический прибор, как фильтр Челси, научимся определять различные камни с помощью него и ответим для себя на такой вопрос, способен ли фильтр Челси самостоятельно диагностировать тот или иной драгоценный камень, или все-таки его стоит рассматривать как один из элементов диагностики, или все-таки отдельный гемологический прибор с конкретными функциями. Итак, фильтр Челси. Маленький гемологический прибор. Выглядит он вот таким образом, да, то есть буквально одна практически линза темная, темного цвета, ничего в ней больше такого нет, чем-то даже похоже на карманную лупу. Почему он бывает полезен? Он бывает очень полезен в рамках полевой гемологии. Например, вы приехали на месторождение, на Майн, при месторождении, как правило, есть какие-то небольшие рынки, где местные жители торгуют теми или иными своими драгоценными камушками, да, и вам предлагают какие-то варианты. И не всегда удобно брать с собой целый рефрактометр, например, с иммерсионной жидкостью, и не только потому, что вы не сможете развернуться на каком-нибудь пятачке, да, может быть и сможете, но местные жители пугаются, потому что, представьте себе, вы достаете иммерсионную жидкость, начинаете ее капать в рефрактометр, местные жители начинают бояться, что вы сейчас сломаете ему камень, и тут же убегают в рассыпуху, и это уже проверенный факт, многие гемологи об этом говорили, поэтому и после этого идет слух у местных жителей о том, что нет, вот к этому молодому человеку даже близко не подходи, он там с какими-то бешеными приборами, не дай бог, что сделает. И они, как правило, даже боятся после этого к вам подходить на пушечный выстрел. Очень многие моменты диагностики может помочь разрешить именно фильтр Челси. Он маленький, он выглядит как лупа для местных жителей, это кажется просто, ну, лупа с темным цветом поля, да, то есть не более того. И в этом смысле местным жителям комфортно с вами взаимодействовать. Впервые фильтр Челси был разработан в 20 веке, в начале 20 века, такими гемологами, как Андерсоном и Шейном для определения изумрудов. И, в принципе, после этого сложился такой стереотип, что фильтр Челси нужен только для определения изумрудов и больше ни для чего. Но на самом деле это совсем не так, и сегодня мы с вами разберем конкретные частные случаи. Вот какие основные функции диагностики этого фильтра Челси. Прежде всего, большая тема с изумрудами. Как вы знаете, у изумрудов есть разные регионы добычи, и там колумбийские изумруды, например, стоят 20 тысяч долларов за карат, там, например, мадагаскарские стоят там 3-4 тысячи долларов за карат. Разница колоссальная. Так вот, фильтр Челси в этом смысле очень хорошо помогает диагностировать не просто изумруд, а изумруд с конкретным регионом добычи. Еще один немаловажный момент – это синтетическая голубая шпинель, которую можно легко отличить от аквамаринов и топазов. Следующий момент – это тема достаточно такая особенная. Это хризолиты, хризаберилы и александриты. Почему? Потому что хризолит – камень недорогой, а александриты – это, извините, уже могут быть сотни тысяч долларов за карат. То есть, действительно, это совсем не маленькие, совсем не дешевая история. И, наконец, фильтр Челси может быть полезен и интересен в породах, в горных породах, где мы видим породу с несколькими минералами. И, естественно, другие гемологические приборы вы не сможете использовать, потому что вы же не будете отковыривать кристалл того или иного камня от самой породы, чтобы диагностировать. Так вот, в этом смысле фильтр Челси тоже может быть полезен. Перед тем, как мы начнем непосредственно практическое занятие, хочу добавить еще следующее. Когда вы будете искать фильтр Челси, видите, на нем написано фильтр Челси, Челси-фильтр. Это очень важно. Продавцы, которые этого не понимают и не знают, будут предлагать вам к покупке очень похожий и выглядящий практически как этот жидеитовый фильтр. Там будет так и написано – жидеитовый фильтр. Это не одно и то же, вопреки заверениям продавцов. Жидеитовый фильтр нужен для того, чтобы понять, пропитан ли был жидеит какими-то флюоресцирующими пропитками, добавками, благодаря которым они начинают светиться с помощью жидеитового фильтра. К фильтру Челси это не имеет никакого отношения. Это первый момент. Второй момент. Лично я приобретала свой фильтр Челси в магазине Клио. Есть еще магазин с Апфирсом в Петербурге. Что касается России, я конкретных магазинов не знаю. Вам, если вы хотите приобрести, нужно будет уточнить эту информацию. Как правило, это магазины для ювелиров и гемологов. Ну и что касается магазинов, которые находятся не на территории России, а за границей, здесь тоже уточняйте прежде всего в профильных магазинах, посвященных ювелирам и гемологам. Ну что, давайте приступим. Итак, разберем такую тему, как изумруду. Здесь у меня представлено 4 образца. Либо изумрудов, либо имитации изумрудов. То есть мы сейчас это все с вами разберем с помощью фильтра Челси. Изначально я буду рассказывать и доставать наш первый образец. Это ознакомительный фрагмент. Все практическое занятие размещено на блоге с платной подпиской Бусти. Ссылка в описании к этому видео.